У вас сейчас идет тяжелый период жизни, прямо очень тяжелый. Он связан с вашей психикой, то есть вас пригружает. И это сказывается на всем, на отношениях с людьми, на работе, на самочувствии, на работоспособности, на способности учиться там и так далее. То есть все переходит в зону тумана. Ну то есть все становится как в тумане. Причина – это действие судьбы. Судьба есть у человека пять психических цилиндров. Когда вы пробегаете час, вы очищаете из них максимум три, а судьба действует на пятом. Понимаете? И это значит, что вы до нее не добираетесь в это время. Но даже если вы пробежали час, все равно вы уже стали сильнее, вы как бы движетесь вперед. Да, это факт, что так оно и есть. Но надо еще делать статические упражнения, потому что динамику, когда вы час бежите, то нужно обязательно потом делать статику, потому что нужен баланс здесь. Но вы должны понять одну вещь, что вы еще не дошли до середины горы. То есть вы еще идете вверх. Это означает, что судьба становится тяжелее. И ее тяжесть на вас будет еще давить где-то еще около двух месяцев. А после двух месяцев начнет становиться легче. Самый пик через месяц где-то. Ну то есть через месяц будет совсем тяжело. Но если вы будете продолжать пробежки, статические упражнения, все, что я делаю, то вы будете выживать точно так же, как вы сейчас выживаете. То есть вам будет становиться временно легче, потом опять будет наваливаться. То есть что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что наваливается не потому, как вы живете, а то, что должно было наваливаться. Понимаете, если бы вы не делали пробежек, не делали молитвы, то вы могли бы попасть в психбольницу. Или по крайней мере сесть на транквилизатор. Понимаете, это стопроцентный факт. У вас настолько сильное влияние судьбы идет, что вот без аскез в этой ситуации выжить невозможно. И ваше ощущение, почему я все делаю, а мне становится хуже, мне знакомо. Потому что я сам был в таких ситуациях и знаю, почему это происходит. Потому что судьба продолжает наращивать свое влияние. Но когда она начнет перестать, перестанет наращивать, а это произойдет через два месяца, вы увидите, что делая то же самое, вам будет становиться лучше. То есть иногда, когда человек совсем пригружает, вот понимаете, что делает невежество? Оно человека вводит в состояние сна. Вот вино, допустим, мясо так делает. Но человек как будто засыпает, он становится менее восприимчив к тому, что происходит. Вот почему люди пьют. В основном люди считают, что пьянство означает зло. И это стопроцентный факт, потому что пьянство означает контакт с духами и зло, и разрушение человека. Но люди пьют для того, чтобы не сойти с ума, для того, чтобы не сорваться, для того, чтобы выжить. То есть если говорить о том, почему это происходит, то есть причина, это безысходность. Но человек или он умрет вот сейчас, или выпьет одно из двух. Понимаете, то же самое, человек срывается, допустим, он был вегетарианцем, легко было жить, все нормально, потом бац, начал есть мясо. Если спросить, почему в сердце, потому что он не выдержал психической нагрузки, он съел, ему раз, расслабило. Ну то есть иногда человек идет в зону сна в жизни. Зачем, ну то есть сна или полубытия, вот такое, как бы полуотравленное такое существование. Или курит, допустим, человек. Зачем он курит? Для того, чтобы забыться. То же самое. Вот причина – невозможность справиться с судьбой. Если человек ведет неправильный, нездоровый образ жизни, то вредные привычки могут прийти в результате давления судьбы. Человек не хочет уже ни пить, ни курить вообще, ничего этого не хочет, но его так прижимает, что он ничего не может с собой сделать. Какой выход? Продолжать идти вперед. Идти вперед делать то же самое. Статические упражнения, молитва, пробежки, здоровый образ жизни. И вы увидите, как вся эта ненужная вещь, которая к вам опять прилипла, отвалится сама. Самое главное, поймите, что когда человек срывается, и он начинает думать, что я грешник, я не могу уже жить нормально, как все, я ненормальный человек, все нормально живут, а я ненормальный. Если он так думает, то тогда это самое классное для злых сил, если он так начинает о себе думать. Как правильно? Не обращать внимания. Сорвался? Не падай духом. Ты упал? Что надо делать? Вставать и идти дальше. Вот это в этом смысл. Это глубочайший смысл вообще жизни. Понимаете, люди начинают думать, ой, я теперь не могу идти дальше, да я плохой, да я второсортный, да мне надо башкой об стенку побиться, наверное. Нет, надо только одну вещь сделать, отряхнуться и пойти дальше. Потому что воистину, если ты пошел дальше, не обращая внимания на то, что ты упал, это значит, что ты самый хороший. Вот представьте, допустим, воин сражается, он упал, его уронили, а он встал и дальше сражается. Что это значит? Очень хороший воин. Потому что если он плохой, он сразу начинает думать, что он проиграл, все там. Он начинает злиться, свирепеть, зверей терять самообладание. А хороший воин, он упал, поткнулся, опять встал и опять сражается. Все, ничего страшного, я могу падать. Это нормально. Субтитры создавал DimaTorzok